В сложное время пандемии коронавируса финский онкодиспансер продолжал оказывать специализированную медицинскую помощь своим пациентам. За прошлый год здесь делано немало по укреплению материально-технической базы и обеспечению медицинским оборудованием. Сегодня это позволяет медикам решать множество проблем профилактики и лечения грозных недугов. В наступившем году перед персоналом стоит не менее сложная и ответственная задача. О том, как она решается, какие перспективные направления ставятся во главу угла, наш корреспондент Наталья Шестакова узнала у заведующего филиалом Пинской межрайонный онкологический диспансер депутата Брестского, областного и Пинского городского совета депутатов Сергея Кахановича. В последние несколько лет материальная база Пинского онкологического диспансера заметно улучшилась. Учитывая уровень заболеваемости в стране онкологическими заболеваниями, это трудно переоценить. И пациенты, и персонал должны находиться в надлежащих условиях, чтобы качество оказания специализированной помощи оставалось на должном уровне. После реконструкции, точнее первой очереди реконструкции, вступил в действие наш корпус, в котором сейчас размещены отделения анестезиологии и реанимации, химиотерапевтическое и хирургическое отделения с операционным блоком. Это позволило создать отличные, комфортные условия для работы и пребывания пациентов. После серьезной реконструкции здание по улице Советской, 40, действительно отвечает всем современным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам учреждения здравоохранения. Однако важно и то, какое оборудование сегодня помогает специалистам в диагностике и лечении профилактики грозного недуга. Весной мы запустили, ввели в эксплуатацию новый компьютерный томограф. Стоимость его достаточно большая. Он приобретен за средства республиканского бюджета 891 670 рублей. Томограф современный, хороший, позволяет проводить все необходимые нам исследования. Достаточно интенсивно у нас работает, эксплуатируется, обследуются и наши пациенты, и пациентов, которые с районов. В палатах и диагностических кабинетах появилась новая наркозно-дыхательная аппаратура, мониторы пациентов, аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование. Пандемия внесла свои коррективы и в работу онкологов, как, впрочем, и других узких специалистов. Ограничения, связанные с ковидом, не позволяют в полной мере этим пациентам получать диагностическую и лечебную помощь в других учреждениях, которые закрыты под ковид. И поэтому они к нам не доходят. Это такое тоже может быть. И в таком случае вполне реально ожидать какого-то подъема, там, скажем, запущенности онкологической, то есть увеличения количества пациентов с запущенными формами онкологических заболеваний. Однако даже в условиях распространения вирусной инфекции ковид-19 специалисты Пинского межрайонного онкологического диспансера продолжали оказывать помощь своим пациентам, без которой они были бы обречены на страдания. А это около трех тысяч жителей не только Пинска, но и Полесского региона. Мы в первую волну ограничили лишь диспансерные осмотры и некоторую небюджетную деятельность, хотя не всю. Во вторую волну мы не ограничивали диспансерные осмотры, то есть наша диспансерная группа пациентов, как приходила, так они и приходят. Мы их смотрим, лечим. И, естественно, не останавливали работу ни поликлиника, ни стационар по своему основному профилю. Стоит учитывать и тот факт, что число онкологических больных с каждым годом на 2 и более процента растет. И с этой объективностью стоит считаться. Принимаемые государственные программы как раз и направлены на снижение заболеваемости, в том числе и онкологической, к примеру, скрининговые мероприятия. Заведующий филиалом Пинский межрайонный онкологический диспансер, депутат Пинского городского и Брестского областного советов депутатов, как никто другой знает и понимает, насколько важно сегодня поднять оказание медицинской помощи на качественно более высокий уровень. Экзамен по борьбе с пандемией коронавируса был жестким. И немаловажным фактором в противостоянии COVID-19 стали не только профессионализм людей в белых халатах, но и то, что помогало им победить. Действительно, в том числе и на совете депутатов на областном, на нашем городском совете депутатов, мы принимали документы о перераспределении финансовых средств именно для здравоохранения с учетом волны COVID-19. Часть средств, конечно же, шло на закупку медикаментов, часть на трансферты и часть достаточно значительная на повышение оплаты труда работникам, которые оказывают помощь больным с COVID-19. Хирургу с почти 30-летним стажем, депутату двух уровней законодательных органов, заведующему филиалом, предстоит не менее важная миссия – представлять пищину на 6-м Всебелорусском народном собрании. И он твердо знает, что важнейшая социальная составляющая нашего общества – здравоохранение – должна работать четко и быть во всеоружии, чтобы медики могли противостоять всем вызовам времени и сохранять здоровье нации и качество жизни людей. Здравоохранение – это затратная часть распределения государственных средств, достаточно большие затраты, это большая часть, наверное, бюджета идет на здравоохранение, чтобы оно и дальше развивалось, было устойчиво работало, необходимо достаточное финансирование здравоохранения, это поддержка государственных программ, направленных на борьбу с инфекционными, неинфекционными болезнями, это и развитие материально-технической базы организации здравоохранения. Отрадно, что и в наступившем году определенные перемены ждут и саму онкологическую службу города. Укрепление ее материально-технической базы стало частью инвестиционной программы Брестского область полкома. Уже на 2021 год принята инвестиционная программа Брестской области, куда мы включены для разработки проектно-сметной документации на вторую очередь диспансера. То есть вот на это здание по Советской 42, старое здание. То есть и надеемся, что в 2022 году мы приступим к реконструкции второй очереди диспансера, то есть вот этого здания Советской 42. Безусловно, реконструкция морально и физически устаревшего старого основного здания онкологического диспансера – это очередной шаг в повышении качества и развития медицинской помощи онкологически больным людям. Во многом реализация важного и масштабного проекта будет зависеть от того, как сработает экономика. Как человек государственный, как врач, который несет ответственность за жизнь и здоровье людей, Сергей Каханович хорошо понимает это. И потому делегат 6-го Всебелорусского народного собрания готов принять все, что послужит во благо людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok